Решение социальных проблем деревни подчеркивалось на октябрьском 1980 года пленами ЦК КПСС самым непосредственным образом связано с эффективным использованием возможностей сельского хозяйства. Один из примеров тому животноводческий комплекс спроектированный и построенный тружниками колхоза Адажи по инициативе председателя Альберта Эрнестовича Кауса. Создано предприятие не только высокопродуктивное, не только оснащенное по последнему слову техники, но и с выразительно архитектурной формой. Мощные силостные башни доминанта комплекса. И рядом легкие конструкции коровников с шатровыми крышами, смонтированные из типовых деталей. Высокая культура производства встречает нас повсюду. И в интерьере центрального диспетчерского пульта, и в производственном телевидении, и в рациональной планировке. Широкие проходы удобны для уборки помещений и движения животных. Правильному зоотехническому содержанию животных способствуют и строительные материалы, кафель и стеклопрофилит. Они функциональны, гигиеничны, хорошо воспринимаются зрительно. Иначе говоря, даже животноводческую ферму можно сделать красивой и приятной для работы. Казалось бы, чего можно требовать от бассейна для охлаждения молока? Здесь же он основа живописного интерьера. Животноводческий комплекс колхоза Ада же займет достойное место в осуществлении продовольственной программы 11-го пятилетнего плана.